Почти 40 миллионов цинге для жертв паводка в Северном Казахстане. Такую финансовую поддержку оказал фонд Булата Утимуратова совместно с Красным Полумесяцем Казахстана. Чуть больше двух недель назад его представители приехали в наш регион. Помощь получили уже порядка 300 человек. Моя коллега Анжелика Сычева с подробностями. Мебель, бытовая техника, заборы. И это только малая часть того, что пострадало от весеннего паводка на дачном участке Галины Мыскиной, который находится в Заречном поселке. Четыре сотки за несколько дней буквально оказались под водой. И такая ситуация повторяется практически каждую весну. Проживает она с внуком, но сейчас находиться на участке просто невозможно. Как и восстановить имущество. Фонд Булата Утимуратова совместно с Красным Полумесяцем Казахстана оказал им помощь в размере 100 тысяч тенге. Большое спасибо людям, которые дали нам эту подмогу. Это вот очень, прямо душевно я благодарна, что не выразить тем, что нам сделали. Это очень хорошее подспорье. Мы сделаем ремонт опять, подлатаем то, что у нас вода натворила. И будем дальше жить. Но рассчитывать на такую финансовую поддержку от фонда может далеко не каждый. Деньги выделяются только тем, кому они действительно необходимы. По 50 тысяч на человека. Деньги выделяются фондом Булата Утимуратова. Красный Полумесяц Казахстана выявляет семьи, которым действительно нужна помощь. Проводит свою оценку. Помощь получают люди, которые действительно проживают в этих домах затопленных. И есть у нас свои критерии. Это многодетные семьи, мать-одиночка, это одинокие пенсионеры и если есть в семье инвалид. Ну и также мы берем под свое крыло тех, у кого дом действительно пострадал и нуждается в помощи. И у них нет денежных средств, чтобы помочь. На тех, кто подходит под критерий, оформляется карта, куда и будут поступать деньги. Срока действия три месяца. Но в связи с введением в стране режима ЧП он был продлен до 31 августа. После карта недействительна. До 31 августа люди могут ей пользоваться, покупать все необходимое, что им нужно. По оценке красного полумесяца это был именно стройматериал. Люди прям очень хотят стройматериал покупать, потому что оно в жилище затоплено. Это как бы мы все понимаем. Но можно только покупать. Деньги с карты снимать нельзя. В случае, если деньги будут пытаться снять, карта заблокируется. С финансовой поддержкой сотрудники фонда в нашу область приехали чуть меньше двух недель назад. И уже оказали помощь почти 300 жертвам паводка. На общую сумму около 40 миллионов тенге. Анжелика Сычева, Жолдосбек, Ермуканов, Новости МДРК.